Сегодня я заканчиваю цикл роликов про бывшую Югославию, про ее распад и гражданскую войну. Из Сараева я делал выпуск про боснийскую войну, из Подгорицы про Черногорию, единственную из республик, оставшуюся в составе Югославии после ее распада, из Сопии про Македонию и Словению, которым удалось отделаться малой кровью, если такое выражение вообще применимо по отношению к войне. Еще я безуспешно пытался попасть в Косово, один из самых проблемных регионов бывшей Югославии, из-за которого в 1999 году натовская авиация бомбила Белград и другие города бывшей Югославии. Кроме того, я заезжал в Албанию, страну, которая хоть и не была частью Югославии, но тоже сильно влияла на жизнь этого региона. Если еще не видели, то смотрите потом все эти ролики, чтобы составить полное представление о событиях, которые происходили здесь в 80-е и 90-е годы. Сегодня я в Белграде, нынешней столице Сербии и бывшей столице Союзной Республики Югославия. И это отличный момент, чтобы подвести итоги всей этой истории и ответить на вопрос, который мне кажется главным. Почему так получилось, что Югославия и Советский Союз, столь похожие друг на друга и распавшиеся почти в одно и то же время страны, прошли этот путь настолько по-разному? Югославия с полноценной гражданской войной, этническими чистками, концлагерями и гуманитарной катастрофой. А СССР относительно мирно и спокойно. Да, можно справедливо вспомнить про Приднестровье, Карабах и Чечню. Все верно, эти конфликты ожили из-за распада Союза. Но это совсем не то же самое, как если бы Россия начала воевать с Казахстаном, а Беларусь с Украиной. Никто не держал в осаде 4 года Ереван или Баку, расстреливая жителей и снайперских винтовок, как это было в Сараево. Вот о причинах этой разницы сегодня и поговорим. Как известно, советский гимн начинался такими словами. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. В этой фразе ложь почти каждое слово. Союз оказался недолговечным, а республики были несвободными. Югославские власти, в принципе, могли бы просто перевести эту фразу, заменив в ней Русь на Сербию. Именно вокруг Сербии сплотился на время этот уязвимый союз разношерстных республик. И именно это стало его Ахиллесовой пятой. Сербия много веков жила под османским владычеством. Сербы и остальные православные народы были в Турции бесправны и унижены. Их священная земля и главная духовная скрепа Косово была у них отобрана и заселена албанцами-мусульманами. Старую сербскую знать уничтожили, сербских мальчиков забирали в янычары, а деревни сжигали при первом же проявлении нелояльности. И вот этой стране после Первой мировой войны предстояло стать центром государства сербов, хорватов и славянцев, позже преобразованного в королевство Югославия. А после освобождения от нацистов и прихода к власти Иосифа Броза по кличке Тито в социалистическую федеративную республику Югославия. В этом государстве были объединены очень разные республики. Богатые Словения и Хорватия, ранее входившие в состав Астро-Венгрии, нищие Македония и Черногория, бывшие вместе с Сербией бесправными провинциями Османской империи. Босния и Герцеговина, словно лоскутное одеяло, состоявшее из поселений православных сербов, босницев-мусульман и католиков-хорватов. Многим в начале 20 века показалось, что это отличная идея объединить все южнославянские народы в одном государстве, где они наконец-то будут счастливы жить безо всяких турок и австрийцев. Но вот только к этому времени эти народы успели получить глубокие исторические травмы, накопить множество обид друг к другу и при этом очень сильно смешаться. Внутренние границы королевства Югославия специально проводили таким образом, чтобы в разных ее частях люди разных национальностей жили вместе и постепенно превращались в единый югославский народ. Иосиф Брос Тито, став правителем Югославии, говорил, что границы между республиками на самом деле прожилки мрамора. Но он ошибался. Противоречия между южными славянами проявлялись в полный рост уже в 20-е и в 30-е годы. Например, в 28-м году в югославском парламенте один депутат серб застрелил трех коллег хорватов, в том числе лидера хорватской крестьянской партии. Очень популярного политика. В 1934 году македонские террористы при поддержке хорватских националистов, которых называли усташами, и вовсе убили в Марселе короля Югославии. Сербская националистическая организация «Белая рука» участвовала в подавлении протестов в разных частях страны, а уж особенно сильно полыхнула во время Второй мировой войны. Словения была оккупирована Германией, Македония – Болгарии, в Черногории и Сербии были установлены марионетчные режимы, Косово передали вообще Албании, после чего край покинули сотни тысяч сербов. А Хорватия и Босния стали независимыми государствами под управлением усташей. При полном одобрении немцев и итальянцев народы Югославии резали и убивали друг друга. Хорватские усташи вовсю косплеили нацистов, объявляли себя арийцами и устроили геноцид унтерменшей, то есть людей низших рас, которым отнесли и сербов, и цыган, и, конечно же, евреев. И среди антифашистского движения не было единства. В стране действовали две параллельные партизанские армии. Одна состояла из монархически настроенных националистов, так называемых «четников». Ей командовал серб Драголюб Михайлович. В другой воевали коммунисты под руководством Тито, кстати, хорвата по национальности. Обе армии сражались сначала против фашистов, а потом и против друг друга. И еще против хорватских усташей. Это была гражданская война, просто закамуфлированная под антигитлеровское сопротивление. Все оказалось настолько запутано, что периодически Сталин положительно высказывался про монархиста Михайловича, а британский премьер-министр Уинстон Черчилль отправлял приветственные телеграммы красным бойцам Тито. Вверх и в гражданской войне, и в освободительной взяли коммунисты. Осенью 44-го года Белград был освобожден войсками советской армии при поддержке партизанских отрядов. Вскоре в Югославии установилась власть коммунистической партии, а во главе государства на 35 лет встал Иосиф Броз Тито. Югославия была самым необычным из социалистических государств. Очень быстро Тито поссорился со Сталином. Советскому диктатору не понравились амбиции коллеги, который мечтал присоединить к Югославии Албанию, Болгарию, Румынию и создать на Балканах некий СССР-2. В социалистическом лагере не было места двум лидерам, должен был остаться только один. Поэтому с 49-го года до середины 50-х между Советским Союзом и Югославией вообще не было дипломатических отношений. После смерти Сталина ситуация немного улучшилась, но частью Восточноевропейского блока Югославия так и не стала. Тито лавировал между Востоком и Западом, получая лучшее от одних и от других. СССР поставлял Белграду дешевую нефть, а европейские страны инвестиции и технологии. Все были заинтересованы в дружбе с Югославией, которая провозгласила курс на неприсоединение к каким бы то ни было военным и политическим блокам. Это особенно любопытно выглядит сейчас, когда все бывшие югославские республики либо уже вступили в ЕС и НАТО, либо очень туда стремятся. С экономической точки зрения Югославия была социалистическим государством с плановой экономикой и однопартийной диктатурой. Но режим здесь был мягче, чем в СССР. У предприятий было больше свободы, часть цен устанавливались рынком, а не государством, а коллективизация сельского хозяйства и вовсе провалилась. В колхозы объединились только 10% крестьян. В СССР индивидуальные крестьянские хозяйства были ликвидированы еще до войны. Более мягким режим был и для граждан. Например, югославы могли относительно свободно выезжать за границу, что для советских граждан было невозможно вплоть до конца перестройки. За счет наличия некоторых рыночных механизмов в экономике, более высоким был и уровень жизни в этой стране по сравнению с СССР. Что Тито все годы своего правления жестко подавлял, так это любые проявления национализма. Когда в 71 году в Загребе начались протесты с требованием расширения прав хорватов, Тито зачистил республиканскую партийную верхушку и отправил в тюрьму многих активистов. За решеткой оказались, например, два будущих президента независимой Хорватии. Вскоре аналогичным репрессиям подверглись и лидеры сербской коммунистической партии. В 1974 году была принята новая конституция Югославии. По ней были расширены права республик, на бумаге, конечно. Как и в Советском Союзе, у республик формально было даже право на выход из состава федерации. Кроме того, в Сербии были созданы два автономных края – Косово и Воеводина. По логике Тито, сербское население в Хорватии и Боснии выступало противовесом национальным устремлениям хорватов и боснийских мусульман. А автономные края Косово и Воеводина сдерживали сербский национализм. Несколько лет эта система работала, но потом привела к большим проблемам. В 1980 году Тито умер, и Югославия, державшаяся лишь на его диктаторской воле, начала постепенно расползаться. Смерть Тито наложилась по времени на начало серьезного экономического кризиса. Огромный внешний долг в 16 миллиардов долларов, высокая безработица и инфляция – все это создавало почву для роста общественного недовольства. Умершего диктатора сменило коллективное руководство. Власть перешла к президиуму, во главе которого по одному году стояли представители республик. В итоге каждый из них тянул дело на себя. У всех начали возникать вопросы к центральной власти. У богатых Словении и Хорватии почему они должны обеспечивать всех остальных? У бедных Черногории и Македонии почему они такие бедные? У косовских албанцев почему они не имеют собственной республики? И так далее. Везде начали расти националистические настроения. А в первую очередь в Сербии, которая должна была скреплять все эти республики между собой. В 1986 году главой сербской компартии стал Слободан Милошевич. Он очень быстро превратился из коммуниста-интернационалистов-защитника прав сербов, потому что почувствовал, что на это есть большой запрос в обществе. В то же время был опубликован меморандум Сербской академии наук и искусств, откровенно националистический документ. В нем говорилось о дискриминации сербов как в Боснии и Хорватии, так и, собственно, в самой Сербии, в Косово. Вопрос угнетения сербов, утверждали авторы документов, можно решить только путем их объединения вне зависимости от места проживания. Милошевич активно поддерживал националистические устремления сербов вернуть под контроль свою священную землю Косово. Он говорил, что никто больше не посмеет их обижать там. Он отменил автономный статус края, а в 90-м году отправил войска на подавление протестов косовских албанцев. Выглядело это как месть со стороны сербов за все унижения, которые они перенесли. Войска стреляли по мирным демонстрантам, руководство края было арестовано, а новых начальников прислали из Белграда. Было введено чрезвычайное положение и закрыты все учебные заведения, в которых обучение шло на албанском языке. Шовинистская истерия раскручивалась с каждым месяцем. Митинги в защиту прав сербов в Белграде собирали до миллиона человек. Милошевич обрушился с критикой на славянцев, обвиняя их в сепаратизме, а однажды публично назвал главу Союза коммунистов в Хорватии фашистом. Хотя все прекрасно знали, что во время войны его семью расстреляли. Усташи. Действия Милошевича сделали невозможными все проекты преобразования Югославии в конфедерацию, которые обсуждались в течение 80-х годов. Словения, Хорватия, Босния смотрели на происходящее в Косово как на предостережение, что вскоре случится с их республиками, если они не отделятся от Сербии. Под влиянием этих опасений в начале 90-х развалился союз коммунистов Югославии, из него вышли республиканские коммунистические партии, а вскоре коммунисты потеряли власть в Словении, Хорватии, Македонии и Боснии. Это совпало по времени с бархатными революциями в странах Восточной Европы. В Югославских республиках на волне демократизации к власти пришли политики, которые взяли курс на выход из единого государства. Некоторые из них не отставали в своей националистической риторике от Милошевича. Например, первый президент Хорватии Туджман как-то заявил, «Слава Богу, что моя жена не еврейка и не сербка». В Словении и Македонии у сербов больших интересов не было, и Милошевич не стал слишком уж сильно сопротивляться их потере. Обе республики легко отделались. В Словении была 10-дневная война, а отделение Македонии и вовсе прошло без единого выстрела. А вот в Хорватии и потом в Боснии начались кровопролитные войны. Про Боснию я уже рассказывал в ролике из Сараева. В Хорватии все тоже было очень плохо. Ситуация там развивалась по-похожему на боснийский сценарию. В 90-м году хорваты провели референдум, на котором проголосовали за независимость. Живущие в республике сербы с этим не согласились и организовали собственный плебисцит, по итогам которого создали республику «Сербская Крайна», попытавшуюся отделиться от Хорватии. Их поддержал в этом Слободан Милошевич, который мечтал объединить всех сербов в одном государстве. Летом 91-го года Хорватия провозгласила независимость. «Сербская Крайна» тоже заявила о своем суверенитете. Начались боевые действия, в которых местных сербов активно поддерживал Белград и подчиненный ему армия Югославии. Пик противостояния пришелся на осень 91-го года. Все это сопровождалось массовыми убийствами, резней, этническими чистками, и занимались этим обе стороны конфликта. Хорватская война унесла 20 тысяч жизней. В феврале 92-го года в регион вошли миротворческие силы, и активные боевые действия прекратились, но отдельные столкновения происходили вплоть до середины 90-х. По итогам конфликта Республика Сербская Крайна была ликвидирована. Сотни тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома и уехать из Хорватии. Вместе с фактическим поражением в Боснийской войне, где Республика Сербская не смогла добиться отделения от Боснии, все это поставило крест на идеи создания Великой Сербии на землях бывшей Югославии, которую активно продвигал Слободан Милошевич. Вообще идеи создания великого чего-нибудь редко заканчиваются хорошо. Сербский президент потом попытался хотя бы вернуть Косово, выгнув оттуда албанцев. Ну и это у него не получилось. Натовские бомбардировки вынудили его капитулировать, а в регион вошли миротворцы. Великий объединитель сербов Милошевич проиграл все. Сербия потеряла и хорватские земли, и боснейские, и даже Косово, которое позже вообще провозгласило независимость. Сам Милошевич в 2000 году лишился своего поста в результате бульдозерной революции, а вскоре был арестован и предстал в Гааге перед специально созданным международным трибуналом по бывшей Югославии, который рассматривал военные преступления, совершенные в ходе гражданской войны в этой стране. Милошевич до приговора не дожил и скончался в 2006 году. Всего же трибунал завершил дела в отношении 154 обвиняемых. Среди осужденных преобладали сербы, на втором месте хорваты, а на третьем боснийские мусульмане. Из-за такого соотношения трибунал часто обвиняют в предвзятости по отношению к сербам. Но это не совсем справедливо. Дело в том, что Гаагский трибунал осуждал тех, кто действовал на территории другой республики. То есть, когда этнический хорват совершал преступления на территории Хорватии, считалось, что это задача для хорватского суда. А если этнический хорват совершал преступления на территории Боснии, то тогда им должен был заниматься международный трибунал. Собственно, больше всего таких случаев было с сербами. Пусть даже они боснийские или хорватские сербы. Именно поэтому сербы преобладают среди осужденных. Но и к тому же сербы составляли большинство в армии Югославии, которая тоже принимала участие в конфликте. Гаагский трибунал завершил свою работу в 2017 году. Это был первый международный суд по делам и военных преступлениях, совершенных в ходе одного военного конфликта со времен деятельности Нюрнбергского трибунала и токийского процессов над руководителями Гитлеровской Германии и Японии. Итак, почему же жители Югославии так жестко обошлись друг с другом, а жители СССР остались относительно мирно? Стартовые позиции были очень похожи. Множество не очень тесно связанных республик, объединенных диктаторской властью союзного центра. Разные национальности, перемешанные в этих республиках, разные религии, разный уровень развития и общий для всех тяжелый экономический кризис. Почему одни взялись за оружие, а другие просто разошлись и начали заниматься своими странами? Мне кажется, что все дело в людях, которые оказались на вершине власти в Югославии и в СССР в конце 80-х. Мы не часто задумываемся об этом. И вот анализ югославских событий – отличный повод. Давайте, например, сравним Слободана Милошевича и Бориса Ельцина, пришедших к власти примерно в одно и то же время. У них был похожий бэкграунд. Оба были крупными партийными функционерами. Оба несколько лет возглавляли столицу своей страны. Оба пришли к власти под лозунгами борьбы с союзной номенклатурой, погрявшей в коррупции и привилегиях. Но Милошевич, почуяв, как сильно могут поднять его популярность апелляции к уязвленному национальному величию сербов, начал вовсю разыгрывать эту карту. Напуганные жители остальной Югославии привели к власти в своих республиках политиков, готовых дать отпор сербскому лидеру. Шаг за шагом ситуация эскалировалась, напряжение нарастало, вспоминались старые обиды и вскоре прозвучали первые выстрелы. Ельцин ничем подобным не занимался и вел себя совсем по-другому. Хотя ведь в России начало 90-х тоже вполне реально было раскачать великорусский национализм. Заявить, например, что Крым наш, и отправить войска осаждать Киев. Или напасть на Грузию под предблогом живущих там русских и отвлечь всем этим народ от невзгод гайдаровской шоковой терапии. Но ничего этого Ельцин не делал. Еще до распада СССР он говорил национальным республикам, берите столько суверенитета, сколько сможете унести. После выхода из Союза российский президент провозгласил курс на демонтаж социалистической экономики и занимался проведением рыночных реформ, очень тяжелых, которые буквально уничтожили его рейтинг и репутацию и надолго сделали в нашей стране ругательными слова демократ и либерал, очень близкие Ельцину. За полгода до выборов 96-го года рейтинг Ельцина составлял 3%. Но несмотря ни на что он не отступил и не встал на опасный путь националистического популизма. Не занимался этим популизмом и Михаил Сергеевич Горбачев. Последний советский генсек до последнего дня боролся за реформирование СССР, его превращение в конфедерацию. Главное, чтобы не было войны. Да, Горбачев был причастен к событиям в Вильнюсе и Тбилиси или, по меньшей мере, не препятствовал им. Но ему и в голову не пришло послать советскую армию, чтобы объединиться с какими-нибудь донецкими сепаратистами и утопить в крови регионы Украины. Вот в чем разница в ответственности людей, приходящих к власти в критические моменты истории. В похожей ситуации их решения могут стать вопросом жизни и смерти для сотен тысяч человек. Вот в этом моменте нам повезло, что нашу страну возглавляли такие политики, как Горбачев и Ельцин, а не такие, как Слободан Милошевич. Или кто-нибудь другой, для кого распад Союза крупнейшая геополитическая катастрофа, а аннексия чужих территорий – приемлемый способ поднятия рейтинга. Это первый главный урок югославских событий. А второй урок. Никакие священные земли и никакие исторические обиды не должны приводить к войнам. На дистанции в десятилетия все это кажется абсолютной ерундой. Посмотрите на республики бывшей Югославии сейчас. 30 лет назад они вцепились друг к другу в глотку, а сегодня либо уже вступили в Евросоюз и НАТО, либо готовятся это сделать в обозримом будущем. Все вместе будут в одном союзе. Еще через 30 лет причины начала этой гражданской войны будут казаться такими же нелепыми, какими кажутся нам сейчас причины начала Первой мировой. Вот что я хотел рассказать вам про Югославию и про те события. Мне кажется, мы многое можем вынести из этого. Вот так. Я надеюсь, вам было интересно. Если вам было интересно, посмотрите другие ролики из этой серии. Или про распад СССР. Вот, например, про то, что происходило в эпоху Горбачева. В общем, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин